Святой Целитель Евангелие от Матфея, 9 глава, с 1 по 13 стих Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Присем некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, «Следуй за Мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Приоритеты Иисуса предельно ясны. Он ищет возможность продемонстрировать свою безусловную власть и прославиться в том, что он делает лучше всего – в прощении грехов. Это непростая и противоречивая задача, которая возбуждает насмешки религиозных лидеров, считающих, что Иисус богохульствует. Но на самом деле богохульством является их неверие в его спасительную силу. Без способности Иисуса прощать грехи мы не имеем больше власти, а сам он становится всего лишь одной из многих значительных личностей в истории, которые когда-то творили добрые дела, а теперь их больше нет. Хотя для Иисуса и важно исцеление физических немощей и социальной несправедливости, главное для чего он пришел – примирить грешников с Богом. И нам нужно это принять. Применение. Как ваше общество смотрит на то, что сделал Иисус для этого мира? Каким образом вы можете более активно делиться благой вестью о прощении во Христе с окружающими? Иисус продолжает служить грешникам, тем, кто по-настоящему болен и нуждается в его исцелении. И служит он как отдельно взятым людям, так и целым компаниям людей с плохой репутацией, не боясь при этом испачкать руки. Фарисеи не отважились бы общаться с подобными людьми, не желая оскверниться из-за их греха, поэтому они критикуют действия Иисуса. Но они не понимают, что святость – суть его природы, ведь где бы он ни был, там царит святость. Его исцеляющая святость дает нам уверенность в том, что мы можем прийти к нему за прощением, без страха и чувства вины. В сущности, это он первым приближается к нам, несмотря на размер нашей греховности. Его любовь побуждает его притягивать нам руку и давать такую же святость, какой обладает он. Применение. Когда вы чувствуете стыд, приближаясь к Иисусу за прощением. Как Бог каждый день делает для вас все более и более святым. Молитва. Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты пришел ко мне, когда я был грешником без всякой надежды. Я с радостью принимаю Твою любовь и прощение. Укрепи мою веру в Твое целительное прикосновение и помоги мне рассказывать окружающим о Твоей спасительной силе. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...